Руки военной корабль! Предлагаю, вложить оружие и застать! Руки военной корабль и нации! Субтитры создавал DimaTorzok Привет! Я та самая, которую Нойс упоминал. Самые шикарные объяснения. У меня несколько дней назад подругу на три года по политической статье посадили и подписчица из Украины недавно погибла под обстрелами. Не знаю куда вылететь эту боль, пишу здесь. Удачного стрима, чатику! Я, к сожалению, не помню, как тебя зовут, но я тебя помню. Я тебя помню по Твиттеру. Как бы тебе сказать. Если ты можешь превратиться на время в полую трубочку, через которую эта боль куда-нибудь вытечет, превратись в полую трубочку. Мне... Сейчас будет супер личная хуйня, короткая. Вы видели, как меня иногда прорвало от боли, когда я тоже не знал, куда боль выместить. Когда она просто из меня выливалась, меня рвало на стриме. Я работаю с психологом по этому поводу. Значит, важно. То, что с нами сейчас происходит, это длящаяся травма. Возобновляемая. То есть это не травма, которую нам нанесли 24 февраля. Это травма, которую нам наносят каждый день. И если хочешь это преодолеть, тебе надо найти какой-то способ избегать реальности. Это так невозможно жить все время, но пока война не закончится, если тебе вот настолько плохо, тебе надо найти способ убегать от реальности на полном серьезе. Я нашел такой способ от Counter-Strike. Мне как только становится невыносимо, как только я начинаю проваливаться в Doomscrolling, я запускаю Counter-Strike и просто стреляю по пикселям. Чтобы не думать. Просто в этот момент мое сознание превращается в полую трубочку. У меня там постоянно что-то бегает, кто-то орет, на кого-нибудь натоксичить можно. И мозг выключается. И вот мне психолог сказал, ты молодец, играй в Counter-Strike. Вот пока война не закончится, это все равно будет ранить тебя каждый день. Поэтому каждый раз, когда тебе хочется спрятаться, в Counter-Strike. Это гораздо лучше, чем сходить с ума. Вот попробуй найти что-нибудь, что настолько занимает твой мозг, что ты перестаешь существовать. Употребление контента. Я смотрю видосики какие-то, могу там фильм какой-нибудь залипнуть. Просто чтобы не думать. Вот если у тебя есть что-то, что позволяет тебе не думать. Игры, фильмы, что угодно. Давай пока туда. Война закончится. И после этого мы начнем разгребать ПТСР. Потому что счастливыми обладателями его мы, конечно, станем. Мы уже ими являемся. Но просто невозможно прорабатывать травму, когда эта травма возобновляется постоянно. Поэтому сперва война закончится, а потом мы будем разгребать последствия. Сейчас задача просто сохранить себя. Если есть куда спрятаться, просто спрячься. Вот, сейчас люди в чате делятся своими способами. Напишите, пока я настраиваю все остальное. Напишите, как вы прячетесь от реальности. Где? Я зачитаю потом. Вот, я вижу, люди пишут, что я мультики смотрю. Настоящий детектив. Кто-то пишет, что алкоголь, наркотики. Вот алкоголь, наркотики – это единственное место, где я не советую прятаться. Вас там просто найдут. И вас найдут там в таком состоянии, что вы еще сами хуже все сделаете. Вот, серьезно. Алкоголь, наркотики – это то немногое, где не надо прятаться. Вот, пишут, я хожу на твои стримы для этого. Это тоже помогает. Так, пишут, меня вода успокаивает. Нравится на всяких катерах плавать, смотреть на воду медитативно. Я не люблю воду, но понимаю, многие люди с помощью воды справляются, да. Пока-пока. Пока-пока.